МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коронавирус учёбе не помеха. Возы Карачаева-Черкесии перешли на удалённый режим обучения. Насколько это оптимальный вариант? Как будут проходить экзамены и как студенческое сообщество отреагировало на перемены, нам по скайпу рассказал ректор Северокавказской государственной академии Руслан Качкаров. Руслан Махарович, здравствуйте. Расскажите, как живёт вуз в таких непростых условиях, как проходит обучение? Условия действительно не совсем обычные, поэтому понять можно и обеспокоенность и общественности, и родителей, и, в принципе, те, кто прямого отношения не имеет к образовательным программам высшей школы, конечно, многие полагают, что это достаточно сложная процедура в дистанционном режиме обучать. Но чуть если вернуться к общей системе дистанционного обучения, хочу сказать, что в мире это направление деятельности, образование в режиме онлайн, оно, в общем-то, занимает достаточно такое весомое место в некоторых регионах, в частности, в Соединённых Штатах Америки, достаточно сильно развито это направление подготовки. На сегодняшний день мы оказались в такой некой нестандартной, скажем так, ситуации, и нам приходится возвращаться, обратить свой взор в вопросы, связанные с обучением и оказанием образовательных услуг в режиме удалённого общения с обучающимися. На сегодняшний день, ну, скажу, что мы где-то ещё в феврале-марте уже для себя планировали организацию дистанционного обучения в первую очередь для студентов ближнего зарубежья, потому что у нас их достаточно много сегодня обучается из стран ближнего зарубежья, это Узбекистан в основном и Туркменистан. Около 600 студентов у нас обучается из этих регионов. И где-то процентов 60 из этой цифры – это заочное обучение. Поэтому, предполагая, чтобы возникнуть вопросы, связанные с определёнными ограничениями передвижения, мы ещё в марте продумали и сформатировали наше обучение в режиме заочной формы на апрель-май месяц, мы уже записали все необходимые лекции, создали необходимые образовательные программы и рекомендации. И, в принципе, мы заархивировали все эти аспекты образовательные по заочным формам обучения. И, в общем-то, мы готовы, уже были где-то вот в марте, в конце марта, готовились мы к апрелю, к маю провести сессию в заочном режиме. Но и тут вот, как видите, волна накатила совершенно неожиданно, связанная с пандемией этой коронавирусной составляющей. И, в общем-то, так случилось, что мы, во-первых, необходимо отметить очень чётко, наш учредитель Министерства образования, науки и образования реагирует на вот эти все аспекты. Они порекомендовали нам активно включиться в подготовку дистанционных обучающих ресурсов. И сами предложили около 600 образовательных программ, выставили в свободном доступе. Мы их внимательно поизучали. И то, что нам подходит, там около 30 направлений подготовки, мы скачали. И сегодня пользуемся этими ресурсами. Но, естественно, этого недостаточно, потому что у нас свои специфические программы. И на сегодняшний день сложилась ситуация достаточно такая устойчивая, на мой взгляд. Я не ожидал, откровенно говоря, что мои преподаватели сумеют так быстро адаптироваться вот к этим новым условиям. Больше всего меня беспокоили направления подготовки медиков. У нас 4 направления подготовки, вы знаете. Где-то лечебное дело, стоматология, педиатрия, медицинская кибернетика. И меня больше еще беспокоило это направление. Но мы сами понимаем, что это наиболее ответственное направление подготовки. Но, к удивлению, преподаватели-медики сегодня в очень активном режиме, используя и площадки Zoom, и площадки Skype. Я вот вчера буквально проводил в режиме видеоконференции ректора и получал сообщения. Они фиксируются у нас на наших ресурсах, интернет-ресурсах Академии. И сегодня почти стопроцентная обеспеченность так называемой явки на эти онлайн-занятия. Они даже перекличку делают, отмечают отсутствующих. И довольно активно это все идет. У нас эти все дела выставлены на нашем сайте. Каждого направления подготовки в каждом институте. И, в принципе, это можно внимательно посмотреть и увидеть, как. Но следующий блок подготовки – это инженерное направление подготовки. У нас есть, вы знаете, инженеры-строители, энергетики, программисты, прикладная математика. Нам в этом смысле несколько, может быть, повезло больше, чем другим вузам, которые имеют больше гуманитарную направленность. Потому что в структуре Академии есть институт прикладной математики и информационных технологий. И вот эта часть, как бы, структуре образовательной программы, она у нас довольно высоко развита. И сегодня мы успешно записываем лекции полномасштабные в режиме онлайн. И будем демонстрировать. Я думаю, что Всевышний располагает, мы только предполагать можем, на какие сроки по времени мы можем рассчитывать. Но, тем не менее, вот те обстоятельства, в которых мы все оказались, они показали полную необходимость, полную готовность для того, чтобы развивать вот эти направления подготовки. Я думаю, что мы где-то к сентябрю месяцу планируем полностью перейти, заочную форму перевести на режим дистанционного обучения. И что касается очной формы высшего образования, бакалавров, магистрантов, будем готовить вот на тех полноценных уже курсах лекций, видео лекций, которые мы сейчас активно начали уже записывать эти лекции. На трех площадках по академии мы подготовили эти возможности технические. И преподаватели сегодня учебно-методическое управление занимаются составлением графиков записи этих видео лекций. И я думаю, что мы заархивируем весь объем образовательных программ, тот, который возможен, и обеспечим полномасштабные образовательные услуги, полагаю, нужного качества. Насколько эффективно дистанционное обучение покажет сессия? Как к ней вы готовитесь? Есть некие сценарии? Что касается сессии, сегодня у нас активно идет обсуждение в системе высшей школы, как проводить сессию, как проводить государственные экзамены, у нас там дипломные работы и так далее. Но окончательных решений пока по этой теме не принято. Еще раз говорю, мы находимся в стадии обсуждения, обсуждаем это с учредителем. У нас там в департаменте создана горячая линия, и мои сотрудники проекта по учебной работе занимаются активно, как бы, вот, поэр. Мы проводим различные консультации, с коллегами общаемся. Но я думаю, что если вдруг ситуация затянется, и мы не сможем собрать студенческую, как бы, аудиторию, в буквальном смысле физически в аудитории, то мы, надеюсь, спокойно проведем это в режиме, вот, в том, который мы сейчас обрабатываем. Редактор субтитров А.Семкин